Смотрите, чеснок у меня, вот здесь вот начала я, видите, вот эти вот трещины все, вот здоровенные. Короче, что-то снимаю, кажется, мелкие, а так вообще крупные очень вот эти вот, все вот эти трещины от сырого, короче. Поэтому сейчас вот так вот слегка подпушу, слегка, чтобы не это. Вообще мне надо хотя бы одну выкопать, посмотреть, а то может быть и что, мучатся. Видите, как на это налипает, ну чуть-чуть так вот сверху прошлась. Это сам, ой, ой-ой-ой, девочки, спина больная, не могу ничего делать. Ну, хотя бы это чуть-чуть. Вот, красить сегодня уже не буду. Еще и краску не купили, сейчас пойдем купим краску. И это, надо, мой, замеряет, сколько штапика надо, сколько всего. Грязь, говорю, налипает. А налипает, знаете, что, дождь же сегодня еще был. Поэтому как-то так. Так, девочки, выковырила я один зубок. Смотрите, корни. И он твердый. Вот я нажимаю, и он твердый. Не мягкий, ничего. Так что, может, зря я ковырялась. Поэтому все окей. Сейчас я его назад воткну. Может, и вырастет. Ну, один не вырастет, не вырастет. Но зато я знаю теперь, что чеснок будет. Вот. Дождь разошелся. Всем приветики. Всем приветики. Короче, вот это не обращайте внимания. Это я капусточку, скороспилочку посадила. Ну, как скороспилочку. Июньскую, короче. Ха, написала это самое, знаете, какие купить ультраскороспелые. Ну, и че, я и поехала. Вернее, и поехала, но я забыла, мимо проехала. Поэтому как-то так. Так, у меня тут чаек есть. Короче, че, я наметила. Ничего не сделали. Ну, как ничего не сделали. На даче были. Видели, что я это прогребла. Вот это вот чесночок. Вы знаете, я очень рада. Прям тверденький такой, с корешочками. Значит, чесночок вырастет. Ну, как вырастет, не вырастет. Но я думаю, что вырастет азимой. Вот. Во всяком случае, будет он. Не вымерз. Не вымерз. Это очень хорошо. И попушила я эту земельку сверху. А то через эти трещины идет испарение. Они еще глубже и глубже будут. А тут я это сейчас всего сверху. Ну, видите, дожди, девчонки, идут у нас. Что-то дожди начались. Погода мерзопакостная. Погода мерзопакостная. Вот такое ощущение, что осень. Не весна, а осень. Холодно. Вот. Ну, и... Ничего не красила. Думала красить начну. Ничего не красила. Холодно. Вот. И сыра. Не это. И краску мы не купили. В общем, короче, мы собирались заехать купить краску. А моя говорит, знаешь что? В гаражах какая-то краска есть. Я заеду, говорит, и посмотрю. Может, нам хватит. Или подкупить, смешать. Нормально будет. Что лишние деньги тратить? Сейчас зефир. Ха-ха-ха-ха. Часть с зефирочкой. Так что... Вот. Залила пять штучек. Ну, там по три зернышка. Я это какие зайдут. Оставлю, которые получше. Вот. А даже можно... Посмотрю. Как погода будет. А может быть, я их там и раздеру и побольше сделаю. Вот. Поэтому. Пусть сходят. Много мне не надо. Мне пять штук. Вот так за глаза скороспелочки хватит. Знаете, чего? Я вот открываю сейчас. Короче. Новости. Сегодня мне попадаются наши вот, ну, местные новости. Как я не знаю, местные или нет, но это в гугле были новости, что... По-новосибирску, что... Женщина из Корсука. Раньше она была в Корсуке, жила. Лариса, по-моему. Ой, фамилию я забыла. Я ее не знаю. Хотя лицо знакомое. Может, я ее... Да что я... Нельзя разговаривать с набитым ртом. Я ее, девочки, где-то видела. Где-то я ее раньше видела. Вот, короче. Ей 61 год. Ну, чуть меня помоложе. Вот. Раньше она работала... Механиком. Или электромехаником, где-то на железной дороге. Вот. Ну, уехала... С Корсука уехала в Новосибирск. У нее там дочка. Ну, не знаю. Может, еще и... Ну, короче, дети у нее там. Как вышла на пенсию, уехала туда, к детям. Вот. По первости, она помогала дочке с бизнесом. Вот. А потом... А потом, не знаю, занялась собой. И, в общем, о чем статья-то? О том, что она заняла первое место в конкурсе красоты 60+. Я не про то, что она там заняла или не заняла. Молодец. Я очень рада, что наша Косущанка заняла первое место. Вот. И теперь у нее будет тур в Сочи. Следующий этап. Ну, вы знаете, самое интересное в этих новостях – это комментарии. А я вот думаю, почему люди такие злые? Ну, не знаю, порадовались. Женщина, да? Конкурс красоты там, да, заняла это. Вот. Комментарии. Слушайте. Какие сморщенные конкурсантки. Как это теперь развидеть? Ну, извините, есть 60+. Конкурс, да? Ну, естественно, что они с морщинами будут. Вы что? Нашли Софи Лорен. Я вообще. Кошмар. Дальше. Черт, побери. Как скучно я живу. А вообще-то у нас на заводе была женщина одна. Лет далеко за 70. Всегда с румянцем, улыбкой. На каблучках. Всех назвала по уменьшительно-ласкательным именам. И сцена ей была не нужна. Ее и так все обожали. Блядь, ну вот к чему такой комментарий? Ну, была. Сцена была ей не нужна. Может, тогда и конкурсов-то таких не было. К этому комментарию, следующим, терпеть не могу, когда называют ласкательно. Это фальшь. Только глупые тащатся от этого. Какая-то сучка. Наверное, ее никто не называет ласкательно. Поэтому она так и написала. Хотите стать хоть царевной, хоть лягушкой, хоть царевной лягушкой, пресс-курант отправили вам по почте. Блядь. Заразы. Господа, что пожилому, что пожилым дамам удалось развлечься? Никому ничего плохого они при этом не сделали. Каждый развлекается как может. Ой. Да пусть хоть в хосписи конкурсы проводят. Только бы другими делали зла. Блин, а какое зло они делают, а? Вот вы мне скажите. Дело не в возрасте, а в вопросе. Зачем? Да тебе какое дело, зачем? Ну хочет человек, ну и пусть участвует в конкурсе красоты. Или что, у нас только для молодых конкурс красоты? А почему бы пожилым дамам тоже не участвовать? В каждом возрасте есть своя прелесть. В каждом возрасте. И в конкурсе красоты не только молодые должны это участвовать. Ну ладно, вот такой конкурс для пожилых дам. А почему бы нет для дам вазаковского возраста? Это неправильно я сказала, не для пожилых. Дам вазаковского возраста 60+. Зачем счастливой женщине тратить кучу времени и денег? А там немало денег. Поверьте. Она знает. Вот эта сучка знает, которая вот этот комментарий пишет. Что там денег куча. Она, наверное, ничего не заняла. Вот и злиться. Чтобы кому-то что-то продемонстрировать и доказать. Счастливые востребованы в семье. В профессии, в дружбе. И на всех этих конкурсах только несчастные, обиженные жизнью. Но женщина, как это говорится, похоронила отца своего. В 90 лет ему было. Сейчас одна. Но почему бы ей не вот, как сказать. У нее счастье, семейное счастье. В профессии, в дружбе. У нее это уже все было. Она в чем-то новом себя пробует. И зачем ты, к чему такой комментарий вообще не поняла. Самое интересное, что по-настоящему красивые люди, и молодые, и пожилые, в подобных конкурсах не участвуют. Ха-ха-ха, как смешно. Как смешно. Наверное, тебя туда не пригласили. А просто человеку, кто красив и лицом, и телом, и душой, кто спокойный, счастлив в семье и в профессии, не надо ничего никому доказывать. И куда-то там лезть ради какой-то дешевой пластиковой короны. Блядь, вы че люди такие злые, да? Ну, поучаствовала женщина, заняла первое место. Почему вы считаете, что она несчастлива? Почему она, почему это самое... Она состоялась как мать, и раз у нее есть дети. А раз есть дети, значит, у нее, может быть, семья была. Ну, кто знает, что там у нее было. Может быть, она мужа уже давно похоронила. Воспитала детей прекрасных, у детей все нормально. Почему вы думаете, что вот женщина такая несчастная, и от того, что она несчастная, она участвует в этом конкурсе красоты? Вообще. Вот дебилизм-то, а. Вот дебилизм. М-м-м. У каждого свой выбор. Кто-то дома на пенсии, а кто-то кайфует от жизни. Все правильно, все правильно. Главное, чтобы было все искренне и по-настоящему. Тут видна искренность. В чем это плохо? Вот действительно. В чем плохо? Почему? Женщина участвовала в конкурсе красоты, заняла первое место. Почему такие комментарии? Мне понравилось так, что на первом фото с краю. У нее животик такой справненький. Ляха-муха. Все-то. Вот заглядели. Счастливая, но уже пора на пенсию. Так она и так на пенсии 61 год. Вы чего? Так. Вообще-то там, смотрю, есть покраши этой старушки. А нахуели? Случилось горе. Умер 90-летний папа. Не позорьтесь с такими горями, как до 60-ти дожила. Я вообще... К чему такой комментарий? Зря кончумствуете. Да, ей повезло. У нее до 60-ти лет был отец. Она была папиной дочкой. Да, прекрасно. До 60-ти лет у нее был отец. Ну, это... Я не кощунствую. Я оглядываюсь по сторонам и вижу горе людское идет. СВО с вытекающими последствиями. Вижу Орск и так далее. Согласитесь, смерть в преклонном возрасте в руках любимой дочери в мирном городе – это счастье. А папина дочка – это эгоизм сплошной. Почему эгоизм? То есть, то, что у нее отец жил до 90 лет – это эгоизм? Вы че, люди? Вы че там вообще с дуба рухнули? Вы серьезно считаете... Вот действительно, вы такой ко мне... Вы серьезно считаете, что скорбить по 90-летнему умершему отцу – это позор? Вы че, правда что? И вообще... Кто-то ее лоббировал. Если это королева красоты, то я Монро. Пять. Мне 62. Выгляжу моложе. Ну надо ж прям, ну надо ж. А че ж тогда ты не пошла-то, не заняла первое место-то? Мисс Курага 20-24. Ха-ха-ха. С одной стороны, достаточно скептически отношусь к таким конкурсам. У женщин проблемы с самооценкой. И через участие в конкурсах они пытаются убедить себя и окружающих, что они гораздо успешнее, чем кажется. С другой стороны, участие в конкурсах требует много сил, энергии, фантазии и, в конце концов, материальных затрат. Хорошо, что это все у них есть. Приглашать этих дам серебряные волонтеры бесполезно. Аплодисментов нет, удовольствия для себя любимой мало, красивые тряпочки не требуются. Блядь, красиво написано. Но неужели ты такая вот с такими фразами такая эта самая дебилка? Маракописия зашкаливает. Бабки участвуют в конкурсах красоты. А что здесь такого? Вот что здесь такого? Почему считаете, что конкурс красоты только для молодых? Вообще не понимаю. Ну что, давайте уже устроим конкурс красоты 80+. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Позовем Познера и вторую жену Солженицына. Они будут в жюри заседать. Что за эгоизм? Ну давайте, а что? А комментаторы, я думаю, те же бабки ленивые. Им бы лишь до дивана доползти и на дачу доковылять. Не нравится им, что есть жизнь другая, отличная от их убогой жизни. Ну, мы тоже на дачу ковыряем. Но жизнь у нас не убогая. Но тут уже это самое. С чего вы взяли? Ну нет, девочки. Я, конечно, понимаю, что... Хотя я и красавица, вы же знаете, что я красивая девочка Галя. Но до короны королевы красоты мне, конечно, еще как-то какать. Но вот это вот писать не буду. Всякую ерунду. Типа это... С чего вы взяли, что в 60 лет старые бабки? Вам там бы хотелось... Вам так бы хотелось, потому что лень за собой следить. Пережитки прошлого уходят. Все больше и больше взрослых, красивых и ухоженных женщин. Зависит плохое качество. Ну и в общем, короче... Да, уж в детство впадать начали старушки. 61 год. Еще на таких конкурсах участвовать. Больше заняться нечего. Или комплексы с детства мучили. Вот, девочки. Ну вот... Мне тоже 61. Вы же выгляжу более-менее миловидно. Ну и все-таки. Какая может быть красота в нашем возрасте? В каждом возрасте своя красота. В каждом возрасте своя красота. Да, конечно. У нас лица с морщинками. Но, тем не менее, мы не перестаем быть красивыми в любом возрасте. Почему считаете, что красивый человек только в молодом возрасте? Мне кажется, что вот те вот комментаторши, которые пишут, что в возрасте не может быть ничего там, знаете, такого сякого, что люди некрасивые, они просто старые, смущенные кураги, изюмы и прочее, прочее. Посмотрим, что вы будете петь, когда вам будет 60+. Так что, так что да. И смех, и грех. Самое смешное во всем этом, это вот эти комментарии дурацкие. А то, что женщина, да еще и корсучанка, я, например, очень рада. Молодец. Молодец. А конкурс для каждого возраста есть свои конкурсы. Есть конкурс красоты для миссис. Есть для мисс, то есть незамужних женщин. Есть для замужних женщин. Есть конкурс, вот, красоты для теперь 60+. А почему бы да, и 80+, можно сделать конкурс красоты. А почему бы нет? В каждом возрасте своя прелесть. поэтому писюхи меня вообще уморили своими вот этими вот комментариями как это говорится я в шоке не я не понимаю почему люди такие злые почему люди такие злые почему они не радуются ну вот просто потому что человек от этого просто счастлив он просто кайфует человек занялся собой она там занимается аэробика и еще чего-то там чем-то то есть ну то есть не дома сидит вот как это говорится на печи да а занялась ну просто вот собой почему нет прекрасно прекрасно ой вообще я вот этот как прочитал думаю ну я со своими дичулями обязательно поделюсь поделюсь я думаю они будут со мной согласны что вот те которые там неадекват и все это пишут вот действительно психбольница скорее всего по ним плачет а не по тем кто в конкурса красоты участвует так так что девочки ничего я сегодня не сделала вот ну и потом вообще девочки было очень холодно мне прям так мы поехали посмотреть сколько надо штабика купить про покраски там прикинули что чё вот и ну вообще холодно в такую погоду конечно и сыра не хочется пусть потеплеет немножко пусть потеплеет немножко потому что сейчас кто-то мне напишет а уж чего там прямо не замерзли ну холодно вот реально холодно вот сели в машину печку включил отогрелись это дождь мезопак вообще погода хорошо хоть одно доброе дело сделала чеснок подпушек чеснок подпушек будем теперь это но я туда знаете девочки когда мы копали туда не этого компост насыпала не еще какие-то удобрения тоже сыпала по моему как бы не суперфосфат я туда сыпала так что это вот сейчас я это надо я поняла что земля там не к черту там очень много вот этих растений и надо кормить кормить и кормить потому что любое растение она хочет кушать не только хочет пить она еще долго хочет получать хакит хочет получать пищу из почвы а пищу из почвы если она скудная то надо ее подкармливать конечно же конечно же так что так ладно девчули поболтали хорошего помоленьку как договорились правда но вот эти комментаторши меня прям вообще я в шоке ладно бог с ними спинаде чё-то вы знаете вот это после того как я упала ведь я таблетки пью шесть штук сзади не выпиваю и знаете так вроде бы ничего а вот наклонюсь а потом стою и мне как давай в спину шпиндлять ой ну то есть как то вот видно хорошо я где-то как как бы мне нерв не защемил у меня было такое что у меня было защемление нерва только вот с левой стороны а сейчас вот с правой ну как бы вот боюсь чтоб мне не защемило нерв это будет трындец полнейший тем более сейчас весна вообще никак нельзя вообще никак нельзя но ты чё там рядочка совсем малюсенькая глядочка совсем малюсенькая семена это чеснок нет нет мне дочка давала в прошлом году не был чеснок она мне давала посадил теперь надо будет размножать надо будет размножать это уже наверно третий раз я буду размножать чеснок вот надо будет бульбочек собрать бульбочек насадить нас чесночок хорошо идет вообще хорошо у меня как-то деревне мы жили у меня яровой его зимой я знаю яровой у меня такой хороший был твой его продавала тогда что-то прям это хорошо мне покупали но они хорошие головочки там были а потом потому что насадили люди и понасадили чеснока дофигеще стало но все равно дорогой он дорогой поэтому буду разводить чесночок для сэбэ ну там может быть загадывать не буду хотя бы для сэбэ вот уже на нашу вот капустки посадил капусту мы любим девочки капусту мы любим в любом салаты тушеную квашеную маринованную любую у меня там спрашивал это помидоры не маринуете девочки прошлом году вообще помидоров было мало вообще было помидоров мало только так поесть и на заморозку чуть-чуть было вот практически ничего не делали все так съедали как договориться вот это знаете чё я не мариную их я сок томатный делаю пасту томатную делаю а мариновать нет если делаю то прям совсем мало совсем мало поэтому ну как то вот не знаю они у нас не идут помидоры если честно хотя я люблю я люблю вот такие знаете что гвоздичка была обязательно в помидорах у меня должна быть гвоздичка больше нигде помидоры и компот яблочный а вот гвоздичка как раз пару парочку этих вот эти цветонос или как они называются по пару штучек две-три штучки на банку трехлитровую аромат несусветный аромат несусветный поэтому больше нигде гвоздику не применяю это мне племянница заказали они в новосибирске она была подружка не одна там кстати были в кафе заказали чай с грибами что ли как-то грибной какой-то не знаю в общем короче там грибы какие-то не знаю какие вот не то что они там плавали грибы гвоздика корица как раз все то что чего я не люблю не гвоздику не корицу вот на нет это в эту необычное вкусно то есть ей понравилось но не знаю понравится мне или нет но в принципе можно было бы попробовать но у нас здесь я не знаю где поэтому так вот поэтому может быть может быть и вкусно из вот такой чаем вот кто-то же добавляет гвоздику в чай допустим вот она же тоже имеет какие-то положительные свойства но вот я просто вот не не приемлю корицу яблоки например пирог с яблоками из корицы красиво звучит для меня это просто красиво звучит пирог яблочный пирог с корицей как это так звучно да но корицу я девочек никак я буду конечно есть вот но я бы еще я человек такой всеядный но это не значит что я люблю это как-то так ладно все пока девчули красотули пока мальчуганы хулиганы все всех люблю целую и обнимаю пока